Привет! Ты смотришь «Дневничок». Это культурный разбор. Сегодня мы в гостях у наших друзей Кофеа. Итак, Вика, о чем мы сегодня поговорим? Ну, у нас декабрь, преддверие Нового года, поэтому как мы могли пропустить это событие? Говорим про Новый год. Ну, давай подумаем. Что мы можем рассказать нашим зрителям про Новый год? Китайский Новый год. Наша любимая тема с животными, которые всегда на календарях вот этих отрывных. Ты знаешь, какой у нас будет 2024? Китайский деревянный дракон. По-моему, так. Зеленый китайский деревянный дракон. Зеленый китайский деревянный дракон. Ну вот мы сегодня прям зеленые. Прям зеленые, прям как дракончики. 2024 у нас сулит вообще удачу людям умным, людям мудрым, степенным. И вообще весь год пройдет достаточно успешно, потому что все-таки дракон могущественно самое сильное животное. Кстати, ты знала, что из всего колеса вот этого вот зодиакального в китайском гороскопе только дракон – мифическое существо? Ты зачем меня запутала? Получается, там есть вообще очень много, еще 11 обычных животных. Крысы, обезьяны, собаки. Но при этом один дракон. Я даже не задумывалась об этом. А на самом деле дракон занимает пятое место по ходу годов. И это все из-за того, что есть такая маленькая легенда о том, что дракон же могущественное существо. Китайцы вообще достаточно сильно верят в эту традицию и восхваляют драконов. Это же китайской династии царской священное животное считается. Вот. И это могущественное животное участвовало в гонке, чтобы определить, кто на каком месте будет в этом зодиакальном круге. И, конечно же, дракон шел первый, но увидел, как в одной из деревень не хватает воды. Там была ужасная засуха, все страдали, и он решил им помочь. Он осушил ближайшее озеро и как раз помог им справиться с этой засухой и полил весь урожай. После чего он отправился дальше и увидел, как другая деревня уже страдает от жутких заморозков и холода. Тогда он согрел их своим огнем. Дракон управляет стихиями. И когда он уже летел, уже был почти вот у финиша, он увидел бедного зайца, за которым гнался тигр. Поэтому он посадил к себе зайца на спину и вместе с ним перелетел в финиш и уступил ему право быть как раз-таки перед драконом в китайском гороскопе. Как всегда, перед концом года необходимо убраться в квартире, выбросить все ненужное, чтобы как раз пришло нового. И нельзя праздновать без елки. Ставь елку. Ну, я свою елку уже поставила. Я уже вижу, как ты ждешь под этой елкой свои новогодние подарки. Конечно. Слово о подарках. Ты знаешь, откуда вообще взялась традиция дарить подарки на Новый год? Нет. Я не задумывалась. А вот я тебе сейчас расскажу. Вообще, раньше дарили подарки всяким богам, волхвам, чтобы отгрешиться, так сказать, чтобы вымолить прощение своим грехам и все такое. Ну, в России у нас, когда Петр Первый по-европейски стал праздновать Новый год, появилась традиция такая. Только уже у Екатерины Второй. Вот как раз у Екатерины Второй появилась традиция дарить друг другу подарки. Вообще, изначально они дарились только в высших сословиях, то есть они друг другу всякие делали подарочки сладкие. И еще когда-то там практиковалось такое, как дарить деньги друг другу на Новый год. Ну, у каждого там своя валюта. И при Екатерине Второй появилась традиция делать благотворительные елки. У нас в наше время очень много таких благотворительных елок есть. Даже у нас в Тазовском проводится. Да, конечно. Это вообще везде проводится. Особенно, мне кажется, в нашей стране это популярно. Вот эту традицию с подарками прервала революция в 1917 году. Не знаю, уж февральская или октябрьская, но революция прервала. И новогодние традиции, вот эти вот празднования продолжились в Советском Союзе только в 1935 году. Ну, сколько лет это прошло? 35 минус 17. Ой, это тяжело. Это тяжело. 18 лет. Вот 18 лет люди жили без праздника такого. Ну, жить без праздника прям вообще еще больше тяжело. Ну, в 1935 году у нас снова появились наряженные елочки, подарочки. Я копалась на одном форуме, где люди рассказывали свои истории про новогоднее чудо. И одна женщина написала историю про волшебную скатулку. Она вот в канун Нового года возвращалась домой расстроенная. У нее планы на новогоднюю ночь вухнули. Мужчина ее уехал. На работе все плохо. Ну, и она возвращалась домой уже в подъезде, зареванная, заходит. И из лифта выходит Дед Мороз. С бородой, в шапке, с мешком на плече. И он ее окликнул и спрашивает, типа, почему такая прекрасная женщина в новогоднюю ночь такая расстроенная? Почему вся в слезах? Она ему рассказывает свою историю. Ну, и он ее прерывает, достает из своего мешка подарок, отдает ей. Она особо не придала этому значения, потому что подумала, что там какие-нибудь детские сладости. И вернулась домой, он с ней попрощался. Открывает коробку, а там такая зеленая музыкальная шкатулка. Эту шкатулку, она очень давно, лет в 12, просила на Новый год у Деда Мороза. Вот понимаешь, как так получилось? Вот женщина, в самом деле, поверила в новогоднее чудо, что... Это был настоящий Дед Мороз. Да. Это был 100%. Пока ему просто письмо дошло... Вспомнила, он же еще сказал, что, извини, что пришлось так долго ждать. Ну, на самом деле, я верю в Деда Мороза, я верю в то, что он существует. Просто, ну, у него такой график, 365 через один, поэтому... Ну, он не успевает всем разнести подарки, поэтому, ну, я надеюсь, что когда-нибудь у тебя мои... Батаруского не доходит. Да, я надеюсь, что мои точно мне когда-нибудь придут. Ну что ж. Я считаю, можно перейти к гаданию. Да. Про чудо мы, значит, поговорили, а теперь все-таки прогноз. Что нам сулит начало 2024 года? Итак. А, нет, ну что ж. На старой схеме. Давай. Вытягивай ту, которую тебе хочется. А на что мы гадаем сначала? Ну, как обычно, на стихии. И что ждет определенных людей под определенными стихиями в этом году? Что им принесет наш зеленый дракончик? Ну, давай с воздушных начнем. Я хочу побыстрее узнать, что меня ждет. Давай, 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 давай. Ага. Ага. У нас такая замечательная карта, такой замечательный котик. Что вам сулит воздушные знаки 2024 год, вернее, его начало? Побольше отдыхайте. Лежите в своей кроватке и ни о чем не задумывайтесь. Главное, не нервничать, не переживать. И просто хорошо проводить время. Держи. Дальше у нас будут... Водные. Водные, ну ладно. Домые, конечно, надо, 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 надо. Угу. Иди. Водным знаком зодиака необходимо поесть. Наконец-то. Нет, побольше кушать, побольше тоже отдыхать. И праздники проводить со своей компанией, со своими любимыми людьми. Дальше будут... Давай огненные. Давай огненные. Ой. Огненные у нас такие вот котики, игривые. Для них всегда необходимо быть в движении. Но все равно, так как начало года, нужно его начинать так стойко, нужно начинать его активно, чтобы весь год провести в таком же прекрасном и активном настроении. И у нас остались земные. Угу. Угу. У нас земным знаком зодиака следует побеспокоиться, конечно, о своем здоровье. Обязательно попить каких-нибудь витаминов, потому что на улице rain, на душе pain. Поэтому... На улице никакой не rain и на душе не pain. Новый год, Вика. Хорошо. Тогда у нас на улице сноу, в душе хэппи, в сердце хэппи. И празднуем Новый год. И ничего не боимся, не переживаем. Держи. Ну и одну общую. Одну общую. Давай, давай, давай. Что всем нам принесет Новый год? Ох. Любовь, счастье, радость. Прямо вот в душе хэппи. Что ж ты заладила-то, эта фраза? Ну, должно быть хэппи. У всех хэппи. Ну что ж, мы поговорили про Новый год. Я желаю вам хорошего настроения, чтобы все мечты, которые вы загадаете в новогоднюю ночь, сбылись. Вика что-то хочет сказать? Конечно, желаю в Новом году новых удач, свершений, чтобы, правда, все мечты исполнялись, чтобы всегда все было хорошо, ну и чтобы дракон, конечно же, принес удачу. Ну, а мы передаем слово нашим корреспондентам с их очумелыми ручками. Всем пока. Всем привет, с вами Дневничок. Сегодня мы делаем новогодний подарок. Наш новогодний подарок будет состоять из конфет, из свечки, а также из картона. Его может сделать любой ребенок. Так, начнем. С чего начнем? Я беру красный картон. У меня он тоже есть. Мы должны сделать коробочку. Сначала я согну его, чтобы у нас получились бортики. Продолжение следует... Вообще, Новый год – это мой самый любимый праздник, потому что собираешься со всей семьей, даришь подарки. И вот этот вот вайплит новогодний, когда осталось полчаса, мама психует, салат недорезанный, елка недоукрашенная. Да. А я люблю Новый год, потому что, знаешь, погружаешься в какую-то сказку. Да. Так все волшебно, все украшено. Все. И теперь вот это вот сюда сделать. У тебя получилось? Да, я дорезаю. Молодец. Только нам нужно еще и края подрезать, чтобы они были ровные. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Все я в принципе все сделал, сейчас заполняю свою коробочку конфетами и свечку. Как тебе вообще сам процесс изготовления коробочки понравилось? Ну, это, конечно, трудновато, но очень увлекательно, мне понравилось. Катя, спасибо большое за помощь, желаю тебе всем благ, с наступающим Новым годом, и нашим зрителям мы также говорим эти все пожелания. С Новым годом, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok